Привет, друзья! Сегодня покажу вам простой способ приготовления сочных перцев, фаршированных овощами и грибами в казане. В начинку перцев войдут только свежие овощи, которые создадут свой букет вкусов и запахов. Смотрим продукты. Набор овощей у меня самый разнообразный. Все яркие, сочные, свежие. Перец болгарский сладкий, у меня его два десятка, идет под начинку. Для начинки нам нужен шампиньоны, капуста, лук зеленый, морковь, перец горький, чеснок, ну и томаты, помидоры протрем для соуса. Нарезаем продукт. Лук нарезаем, оно произвольно, как удобно. Он обжарится весь, но не сильно крупно. Морковь. Моркови надо много, и надо проявить терпение, потому что ее резать надо очень мелко. Мелко-мелко, красиво-красиво. Продолжаем подготовку овощей для начинки. У нас остались шампиньоны и капуста. Шампиньоны режем квадратиками, тоже мелко. Капусту делим на пополам и кому как удобно. Мне удобно еще пополам. И мелко-мелко шинкуем. Кто как умеет, но хотелось бы, чтобы получилось вкусно. Надо мелко. Капусту мы нарезали. Давайте немножко подсолим ее и помнем, промассажируем, чтобы освободить из капусты влагу и горечь. Пусть она стечет немножко потом. Это тоже компонент начинки в перце. Сок дала. И подрежем к капусте свежего укропчика. Где у нас укропчик? Палочки не нужны. Мелко покрошим. Запах какой. Запах. И укропчик капусты. И сразу все перемешаем. И один компонент начинки у нас будет готов. Вот такая красота. Красота с запахом вкусным, похучим. Рис два стакана для связки овощей. Мы его сейчас кипяточком замочим. Пусть он постоит, чуть-чуть немножко набухнет. Солим. Заливаем кипятком на полчаса. Подготавливаем перцы. Просто срезаем вверху плодоножки. Самый легкий способ. Выкручиваем. Перегородочки подрезаем. И очищаем. Готово. Ну что, друзья, этап подготовки овощей мы прошли. Расжигаем печь. И ставим наш 12-литровый казан. Выливаем в наш казан масло 150 растительного. И сразу пошел лучок. И морковь. Немножко все это мы сейчас протушим. К луку с морковью добавляем шампиньоны. Пусть они отдадут свою влагу. И притушатся вместе с нашими. Морковью и луком. Солим нашу овощную смесь. Добавляем 3 ложки томатной пасты. Добавляем красный перец острый. Перемешиваем. И продолжаем дальше тушить. Скоро овощной фарш для наших перцев будет готов. Добавим душистого перца еще немножко. Овощной фарш у нас готов. Делим его напополам. Рис я уже пересыпал в подготовленную тару. И теперь начинку отправляем к рису. Сейчас будем собирать все компоненты нашего фарша. В одну миску перемешиваем и будем начинять. Достаточно. Перемешиваем рис с овощами тщательно. И добавляем капусту с укропом. Они у нас тоже подсолены. Все перемешиваем опять. Прессом выдавливаем чесночок. Добавляем в наш фарш зелени, зеленый лук или шточки базилика. Все это мелко порежем. И туда. Овощной фарш у нас готов. Перцы тоже подготовлены. Будем начинять. Фарш получился замечательный, пахучий, нежный. Сколько здесь витамин, сколько здесь овощей. Все свежие. Начиняем. Берем перчик. И туда ложечкой. Плотненько до конца. Немножко утрамбовываем. И сантиметр до конца оставляем. Когда рис начнет разбухать, это все заполнится. Вот таким образом заполняем. Перец начинили. Можно опускать его в казан. Укладывать будем вертикально. Друг к дружке. Начинкой, фаршем вверх. И так по всему казану. И зальем всю эту красоту нашими протертыми помидорами. Вот так. Сейчас немножко сахарку добавим, чтобы сбалансировать кислоту. Накрываем крышкой. И тушим до готовности. Добавим последние ингредиенты к нашему перцу. Это лавровый лист. Зелень. И перец острый. Чили. И ждем, когда приготовится. Вот такая красота. Перец наш уже готов. Один достанем. И будем пробовать. Какой на выбор. Все нежно. Не хочется ломать. Ну что, друзья, давайте разрежем один. Посмотрим. О, какая красота. Все готово. Все красиво. Ароматные перцы с овощами готовы. Думаю, этот рецепт станет повседневным на вашем столе. Будьте здоровы. До встречи на канале. До встречи на канале.